Недаром говорят, что сильный ветер это враг Федериста, потому что именно в ветреную погоду ловить становится сложнее всего. И ладно, еще полбеды, если ветер, например, в лицо, либо же в спину, то бросать можно более-менее точно, пробивая ветер. А когда ветер заходит в боковой, либо встречно-боковой, начинаются самые сложные условия для ловли. Потому что банально точку держать очень сложно. Начинается размазывание, кормушка то не долетает, то улетает в сторону. На забросе бывает кидаешь нормально, а на финальной стадии, на излете, порыв ветра выдувает дугу, кормушку сносит. То есть, ну такое себе. Приятного мало. И в этой ситуации выручить рыболова способны три вещи. Это правильно поставленный заброс, правильно подобранное удилище и правильные кормушки. И именно о последних мы сегодня и поговорим. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Итак, какими же бывают кормушки для ловли сильный ветер? Конечно же, это кормушки с смещенными в переднюю часть грузилом. Для того, чтобы пробивать этот самый ветер, класть корм точно, не мазать, не размазывать кормовое пятно и, соответственно, не растягивать рыбу по акватории. Еще совсем недавно таких кормушек было немного. В арсенале у большинства федеристов были разве что кормушки пуля. Однако сейчас ситуация поменялась. И выбрать действительно есть из чего. Мы сегодня находимся на велейке. Здесь, как всегда, встречно-боковой ветер, как всегда, сильная волна, как всегда, порывы. И я припас парочку таких моделей, которые позволят именно в таких условиях держать точку ровно, держать ориентир, не размазывать и класть корм кучно прямо туда, где держится ваша рыбка. Кормушек всего порядка пяти, а в качестве рабочего инструмента, которым я буду забрасывать их, будет уступать вот этот вот дренонакалют. Итак, поехали. Первыми, конечно же, на ум приходят классические кормушки пули. Вот такого форм-фактора с вынесенным вперед грузилом. Здесь мы видим металлическую клетку, достаточно с большой ячейкой. Грузило вынесено на двух таких штифтах и, соответственно, позволяет набивать кормушку двумя пальцами. То есть не одним, как это чаще бывает использовано, а именно двумя. Это удобно. Данная кормушка весит 60 грамм, однако в такой ветер, в принципе, можно работать кормушками от 40. Все зависит от дистанции. То есть сейчас я вам покажу, как хорошо летит эта пуля именно вот в такой порывистый ветер. То есть клипсы у меня сейчас на дистанции 90 оборотов. И я, в принципе, просто сидя, не вкладываясь, сделаю заброс. 90 оборотов. Пуля весом 60 грамм. Я думаю, что если бы вес ее был поменьше, то было бы немножко сложнее. Однако за счет вот этого веса в 60 грамм летит далеко, летит точно и очень-очень ровненько. Даже на излете кормушка не теряет скорость, соответственно, дугу не выдувает. И не образовывается вот эта вот ветровая петля из шнура, которую потом приходится выбирать катушкой. Здесь, к слову, есть такое простое правило. Если вы не можете добросить до точки свою кормушку, либо же класть, кучно не позволяет ветер, просто увеличьте ее вес при том же самом размере корзины. То есть не позволяет работать 60, поставьте 70. Этих 10 грамм, как правило, достаточно для того, чтобы держать точку ровно и не мазать. То есть вот такие вот пульки обязательно должны быть в арсенале у каждого фидориста. Вариант номер два. Пульки пластиковые. И на сей раз покажу вам пульку от Матрикс. Она такую необычную форму имеет. Вот такое вот грузило с лепестками, скажем так, пулеобразное. То есть это сделано также для отличных полетных характеристик, для улучшения полетных характеристик, а также для лучшей всплываемости. То есть в сложных местах, вблизи убровок эти кормушки выходят очень и очень неплохо из воды. То есть данная модель имеет вес 50 грамм. И, соответственно, я сейчас попробую отправить ее на ту же самую дистанцию. То есть посмотрим, справится ли Матрикс с дистанцией в 90 оборотов. 90 оборотов этой катушки это примерно за 75 метров. И делаем вот такой вот заброс. Да, в клипсу. Летит точно, летит уверенно, без каких-либо проблем. Опять-таки по развесовке, наверное, я бы сказал, что в подобных ситуациях, в зависимости, конечно же, от силы ветра, рыболову понадобятся кормушки весом от 40 до 70, а то и 80 грамм. То есть если какой-то действительно ветер ураганный и бросать сложно, а тем более если ветер порывистый, то придется прибегнуть к весам близким к максимальным. Но опять-таки не забывайте о тесте вашего удилища. Старайтесь не перегружать бланк, потому что могут возникнуть серьезные проблемы. Вплоть до поломки. Еще один вариант пластиковых кормушек. Вот такая вот кормушка от Браунинг. Ее прикол заключается в том, что мягкая пластиковая корзина, соответственно, с коромыслом, она летит хорошо, далеко и точно, но это не самое главное преимущество. Ее фишка в съемном грузиле. Грузило здесь ввинчивается в такую инсталированную в корзину резьбу. И, соответственно, мы имеем возможность при помощи одной корзины сразу же менять просто на ходу веса грузил, не разбирая снастки. Но это если есть такая необходимость. То есть открутил грузило, закрутил грузило меньшего, либо наоборот большего веса и ловишь. Соответственно, 60-граммовой корзины здесь будет более чем достаточно. А вот даже ради интереса попробую забросить ее без прикормки. Хотя корзина большая, она будет порусить. Мне кажется, что у меня все получится. Да, летит точно и в клипс. Чуть-чуть на излете немножко образовалась дуга из лески, но это за счет того, что кормушка пустая. А так все отлично. Вот 60-грамм более чем достаточно для уверенного заброса. И, соответственно, здесь как бы немаловажную роль играет палка. То есть кидучая, близкая, скажем так, к быстрому строю удочка позволит выполнять такие уверенные, точные забросы гораздо эффективнее, чем параболик. Потому что параболик все-таки, особенно на дальних дистанциях, наверное, все-таки будет похуже себя вести. Ну, хотя здесь еще играет роль сила привычки. Если рыболов привык работать с такими мягкими палками, то я думаю, что проблем не возникнет. Ну, хотя 75 метров тоже как никакая дистанция. Вариант номер 4. Всеми любимые дюзы. И мое им хо, что эти кормушки здесь покажут себя хуже всего. Почему? Потому что парусность. Парусность и разнесенная грузила. То есть такими кормушками можно ловить на этих дистанциях. На вообще, в принципе, на больших дистанциях. Однако придется прибегнуть к кормушкам большего веса. Соответственно, там, где пулька будет лететь, например, 40-50 грамм, дюзка придется ставить 60-70. Но у нее есть преимущества. Даже не одно, а несколько. Во-первых, она гораздо лучше отдает корм. За счет того, что все-таки она форм-фактор классической корзины. Во-вторых, ее удобнее набивать двумя пальцами, как обыкновенную кормушку. Здесь же так не сделаешь, потому что мешает грузила. Ну и в-третьих, она всплывает гораздо лучше. Не в примере, лучше любых пуль, даже пластиковых. Поэтому где-то, если вы ловите вблизи бровки, вблизи каких-то препятствий, то, ну, наверное, с пулями я бы туда не лез, а сразу ставил бы дюзу. То есть, опять-таки, подобрав правильный вес. Потому что вес всему голова в ветренную погоду. Итак, 50 грамм дюзка на 2-4-6, на 6 клеток, здоровая, большеобъемная. И дистанция в 90 оборотов. Сейчас посмотрим, как это дело пробросит бланк. Да, нормально. Опять-таки, вот я не добросил. Не могу сказать, почему. Вроде бы с пальца не слетело, но недолет. То есть, надо сильнее вкладываться. Или, опять-таки, ставить кормушку большего веса. То есть, как я и сказал. Сейчас еще раз повторю, попробую. Возможно, я немножко косячнул. Ну, где-то 2-3 дистанции я этой кормушкой сейчас пробил. Сейчас попробуем повторить. Нет, недолет. Увы, ах, все-таки, как я и сказал, 50 грамм здесь маловато. Здесь надо будет, все-таки, кормушечка потяжелее. Дюзки хороши, но не на таких дистанциях. Не на сверх дистанциях, там, 60 плюс. Ну, или, опять-таки, ставить более тяжелую кормушку. Тогда, я думаю, что вопросов проблем не возникнет. Но, дюзи, конечно же, маст хэв для фидериста. Особенно в условиях, ну, относительно недальних забросов. Ну, и кормушечка, которую я не могу не показать. Которую, скажем так, используют очень часто спортсмены. И, которую я хотел давно заиметь свой арсенал. Но, откровением, скажем так, она для меня стала лишь в этом году. Это кормушка типа window. Даже вот еще престоновская с этим самым, с лыбочкой. Новенькая. То есть, ее прикол заключается в том, что она очень маленькая. Она летит, как маркерный грузик. То есть, вот такая вот малышка. Корма несет совсем чуть-чуть. И эта полностью закрытая корзина дает возможность заправлять чистоколовийным кормом. Например, полностью мясом. Да, я делала небольшую пробочку из прикормки. То есть, летит она великолепно. Даже несмотря на свой маленький вес. То есть, вот кормушка весом полторы унции, 45 грамм. Сейчас я вам покажу, как она летит. И в этом плане она превзойдет все вот эти более тяжелые кормушки. То есть, даже без корма, после того, чтобы заброс и в клипс. И это даже не на излете и без дуги, без выдутой ветром. То есть, вообще без проблем. Летит отлично. Ну, здесь, как бы, нюансы следующего характера будут иметься. Во-первых, кормоемкость. Если вам надо большое количество корма давать, такая кормушка не подойдет однозначно. И, во-вторых, всплываемость. То есть, всплывает она неплохо, но хуже, чем дзюзи, например. Поэтому здесь надо тоже быть осторожным, если ловите вблизи препятствий где-то. Потому что есть вероятность подсаживать их очень-очень хорошо. А так, очень классные кормушки для работы где-то по крупной рыбе. Особенно, когда вот вы сделали стартовый закорм, накрыли поляну. И рыба капризная и пассивная. Надо не шуметь. Потому что, если вы начнете плюхать вот таким вот ведром, прямо ей на голову, да, сыпать корм, скорее всего, она от вас убежит. Потому что испугается. А маленькое вот такое вот окошко, оно абсолютно не пылип, потому что точка забивания кормушки у нее только одна, вот отсюда. С этой знакомой только отсюда может выходить. И на дне он выходит очень-очень пассивно. И основная масса корма покидает кормушку только тогда, когда вы ее выдергиваете. Поэтому такой вариант имейте в виду. Ну и плюс, конечно же, как я сказал, подача чего-то вкусненького, питательного и калорийного. Соответственно, в точку ловли при ловле еще оттого же. Например, кормового мотыля дать полную кормушечку. Ну и швыряет, как я сказал, на любую дистанцию. То есть вообще без проблем. Этих вот 5 моделей будет более чем достаточно. Для того, чтобы рыболов чувствовал себя уверенно на дальних дистанциях, в сильный ветер, в ненастенную погоду какую-то. Когда надо делать силовые забросы, когда надо пробивать ветер, когда надо чувствовать себя уверенно на забросе, вкладываться в заброс. И понимать, что на излете не будет дуги, что леска, плетенка ляжет ровненько. И, соответственно, точка ваша окажется там же, где вы всегда кормили. То есть не будет за счет вот этой дуги стягиваться ближе к берегу. Поэтому имейте в виду, что и пластиковые пули, и кормушки типа window, и пули металлические, и, соответственно, дзюзы должны быть в вашем арсенале. По весу здесь уже выбирайте сами, какой вам вес нужен. То есть больше-меньше, в зависимости от условий ловли, опять-таки, от глубины и от дистанции заброса. Но, на мой взгляд, кормушки весом от 40 до 70 грамм держать в арсенале должен каждый фидерист. Ну и, соответственно, должна быть удочка, которая позволит этими кормушкам уверенно работать. Потому что далеко не каждый бланк позволит чувствовать себя уверенно на таких забросах. Вот. В принципе, как-то так. Если у вас есть что добавить, если у вас есть какие-то еще типы кормушек, которые, скажем так, вы применяете для ловли в ветреную погоду, в ненастную погоду, для дальних забросов, то пишите в комментариях. Очень интересно будет изучить ваше мнение, посмотреть, чем вы ловите, ну и, соответственно, пообщаться. На этом, наверное, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока.